Громкие заявления делают источники в силовых структурах Сирии. Противостоящие официальному Дамаску мятежники получили в своё распоряжение несколько партий зенитно-ракетных комплексов. Это поставки с ливийских арсеналов. Они якобы проходят под контролем США. В основном это приобретённые ещё при Каддафе ракеты советского производства. Но среди них есть и американские образцы. Боевики уже распространяют первые видеоотчёты. В провинции Идлип им удалось подбить вертолёт правительственных войск. Машина загорелась, начала падать или через несколько секунд взорвалась. Теперь в стране вовсю говорят о серьёзной угрозе и гражданским воздушным судам. Тем временем приходят сообщения о новом инциденте на сирийско-турецкой границе. Анкара в очередной раз ответила артиллерийскими залпами на прилетевшую с другой стороны миномётную мину. Такие меры, как уверяют, нужны в том числе и для защиты беженцев. Их лагеря охраняются сейчас едва ли не лучше, чем военные объекты. На территорию не пускают даже журналистов. Наш специальный корреспондент Антон Верницкий провёл своё расследование и обнаружил, что помощь обездоленным в таких местах подчас только прикрытие для достижения иных и далеко не мирных целей. Таких лагерей для сирийских беженцев на территории Турции несколько десятков. Все они расположены вдоль турецко-сирийской границы. Что происходит там за тем синим забором? Журналистам понятие очень сложно. Дело в том, что беженцы могут ходить в лагерь, выходить из него. Но иностранную прессу турецкие власти на территории лагерей таких не пускают. Охраняющий лагерь полиция ссылается на санитарные нормы. Мол, внутри может быть малярия или холера. При этом первый же встречный сирийский беженец, вышедший из лагерных ворот, предлагает нам купить у него гранатовый соус. Он несёт его на продажу в город. Делают соус он сам, благо вокруг растёт много диких гранатовых деревьев. Ещё один беженец показывает нам что-то вроде пропуска в лагерь и рассказывает про жизнь за охраняемым периметром. Есть ли какие-нибудь вооружённые люди в лагере? Или люди, которые воевали на той стороне, пришли сюда? Есть, но они здесь не постоянно. Они периодически уходят на ту сторону, возвращаются. Есть даже раненые. Эти молодые люди весьма откровенно рассказывают нам, что недавно вернулись из Сирии, куда ходили уже несколько раз. Здесь, в Турции, они отдыхают и лечатся. Один из них легко ранен. На вопрос, помогают ли турецкие власти в их борьбе с правительственными войсками Сирии, коротко отвечают, не мешают. И тут же просят прекратить съёмку. Он тоже будет бороться там. Я отдам ему свой автомат. Уже в другом месте, всё-таки пытаясь пройти внутрь такого же лагеря, мы встречаем ещё одну группу молодых людей. Они категорически отказываются общаться с нами и старательно отворачиваются от камеры. Но с турецкими полицейскими здороваются, как старые знакомые. И, судя по обрывкам разговора, рассказывают тем, как недавно вернулись из Сирии. Полиция образцово-показательную работу сейчас делает. Только что никого не проверял. Как только мы начали снимать, они делают вид, что хорошо обыскивают всех приходящих в этот лагерь. То, что в подобных лагерях на территории Турции отдыхают и зачастую проходят обучение боевики, воюющие в Сирии против правительственных войск, речь идёт по меньшей мере о тысяче военных, первыми заговорили турецкие политики из оппозиционных партий. Они обвинили премьер-министра Турции Раджепа Эрдогана в поддержке и помощи сирийской оппозиции, без положенного в таких случаях парламентского разрешения. Разместили оппозиционера в местной прессе и фотографии, как боевики спокойно проходят через турецко-сирийскую границу. Несколько депутатов парламента Турции, переодевшись в камуфлированную одежду, чтобы быть похожими на боевиков, прошли этим же путём и спокойно оказались в Сирии, на территории контролируемой противниками, Башара Асада. Потом точно так же беспрепятственно вернулись. И это на фоне разговоров о том, что граница Турции и Сирии закрыта, и меры безопасности на ней усилены. Из-за того, что турецкие спецслужбы тщательно контролируют всех иностранных журналистов, работающих на территории страны, к нам, например, был представлен специальный переводчик, убедиться в правдивости этих слов не удалось. Уже через несколько минут работы нашей съёмочной группы на границе, в одном из тех мест, где есть проход на сирийскую сторону, съёмки жёстко пресёк военный патруль. Антон Верницкий, Дмитрий Вишневой, Валерий Севастьянов, Первый канал, Турецко-сирийская граница.